Здравствуйте! Сегодня мы будем с вами говорить о центрах происхождения культурных растений и домашних животных. Культурные растения отличаются от своих дикорастущих собратьев рядом признаков, которые не всегда являются удачными для выживания. Наибольшую полную целостную теорию центров происхождения культурных растений сформулировал Николай Иванович Вавилов. Он обнаружил существование районов с максимальной концентрацией видов, разновидностей и сортов определенных культурных растений, а также то, что эти районы связаны с местами древнейших цивилизаций. Им было открыто 7 основных центров происхождения культурных растений. Это Южно-Азиатский тропический центр, включая в себя страны Индии, Инда, Китая, Южного Китая, Юго-Восточной Азии. На данный центр приходится около 55% всех культурных растений. Культурные растения данного центра это рис, сахарный тростник, огурец, баклажаны, цитрусовые и другие. Восточно-Азиатский центр это страны Центральной и Восточной Китая, Японии, Кореи и Тайбани. Отсюда произошли соя, проса, гречиха, слива, вишня, оредька, грецкий орех, хурма и т.д. На данный центр приходится около 20% всех культурных растений. Юго-Западно-Азиатский центр это страны Малой и Средней Азии, Ирана, Афганистана, Юго-Западной Индии. Этот центр является прародителем пшеницы, ячменя, ржи, бобовых культур, льна, чеснока, груши, дыни. Порядка 14% культурных растений приходится на данный центр. Средиземноморский центр включает страны побережья Средиземного моря. Отсюда вышли капуста, сахарная свекла, маслины, клевер, овес, лавр, кабачок, петрушка и т.д. Около 11% культурных растений приходится на данный центр. Абиссинский или Африканский центр это абиссинское надгорье Африки в районе Эфиопии. Оттуда произошли пшеница, ячмень, сорга, кофе, бананы, арбузы, кунжут. Порядка 4% культурных растений приходится на данный центр. Центрально-американский центр это Южная Америка. Родоначальник фасоли, кукурузы, подсолнечника, хлопчатника, какао, тыквы, табака. Около 10% культурных растений составляет данный центр. Южно-американский или андийский центр. Он расположен вдоль андийских гор. Это западное побережье Южной Америки. Из этого центра произошли картофель, томат, ананас, ладкий перец, хиное дерево. Что составляет около 8% всех культурных растений. Центры одомашнивания животных тоже совпадают с районами древних цивилизаций, как и центры происхождения культурных растений. Выделяют 6 центров одомашнивания животных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok